создать успешный проект с высокой маржинальностью цель любого бизнесмена но точный расчет и грамотная стратегия это еще не все компоненты успеха метафизика бизнеса это невидимые собственник утечения влияющие на его проект увидеть их помогает бизнес конструктор метус игра которая показывает предпринимателю целостную картину его проекта если ты начинаешь создавать проекта особенно проект связанный с большим количеством со креата креаторов сотворцов то лучше использовать игру метус бизнес конструктор тут шесть полей то есть максимально может одновременно играть 6 игроков это индивидуальные поля к ним прикладываются на колоде метафорических карт с лицами и для того чтобы проект выстрелил до игра сделана по книге бизнес законы которые видны только с высоты успеха чтобы проект выстрелил необходимо соблюсти много факторов первое вот это ресурсы самого создателя проекта либо участника проекта это просто ресурс которыми он обладает его здоровье время деньги энергия то есть может ли он достаточно он ресурсен чтобы этот проект вообще заниматься этим проектом и практика показывает что в ста процентах случаев те кто обращаются у них ресурса не хватает потому что те у кого ресурс хватает они в проекте по уши и не до чего больше и когда с помощью вот этих лиц мы начинаем разбирать что происходит человека в каждой из пяти сфер а для этого надо быть уже серьезным травмо терапевтом либо расстановщиком и в общем уметь читать поле чувствовать что в поле у человека либо с помощью разрешительных вопросов либо с помощью духовной интеграционники помочь ему разрешить этот фактор у человека появляются ресурсы и он может посмотреть на проект увидеть препятствия на первом круге помогают метафорические карты которые входят в комплект игры соответственно вы сейчас смотрите на вот этот круг и задают себе вопрос что наиболее важно что вам надо выяснить по отношению к вашей цели к вашему проекту игра предполагает глубокое погружение участника в свой внутренний мир и в ее процессе разрешаются скрытые конфликты собственник бизнеса начинает видеть препятствия обусловленные родовыми динамиками и посланиями прорабатываются причины неудач вторая часть это часть посвященная взаимодействию собственника проекта и сопутствующих сил и когда человек разрешает этот вопрос у него открывается возможность уже двигаться в проект и тогда мы включаем третий круг проходимся по этому кругу и здесь смотрим взаимодействие собственника проекта клиентов способов реализации прибыли миссии то есть это те шесть столпов на которых строится суть любого успешного проекта и если хоть одна из этих пара конфликтует между собой например собственник и миссия например или проекта собственник или клиента и миссия если здесь нет резонанса но не выстрелит проект не придут люди участники получают необходимые подсказки и бизнес идеи и находят ресурсы для развития своего бизнеса и когда они уже достигли результата для них есть еще маленькая колода карт это манимейкинговые действия тут даже боюсь сказать сколько под 200 под 200 карт которые дают конкретное действие например сегментировать базу тут в каждой карточке описано например там запустить вирусный маркетинг данные его примеры как буквально по шагам запустить технологию по сути одна эта колода уже стоит тех денег которые стоят данная игра у собственника бизнеса формируется высшая миссия проекта что чудесным образом отражается во внешней среде впрочем здесь нет никакой магии игра построена на знаниях нейрологии психологии и бизнес процессов